В Польском Белостоке в приходе Свято-Духового храма в эти дни была освящена часовня-памятник. Она посвящена православным жертвам Второй мировой войны и мученикам за веру и национальность в период с 1939 по 1956 годы. Памятник был создан на пожертвование православных жителей Подляжского и Холмского края Польши. Подробности у корреспондентов Восточноевропейского бюро телеканала «Союз». Церковь Святого Духа в Белостоке – самый высокий православный храм во всей Польше и один из самых больших в странах Евросоюза. 60-метровый силуэт церкви и свеча 70-метровой колокольня храма видны издалека. Но недавно здесь появился и был освящен памятник, который можно рассмотреть только вблизи. Это памятник всем православным людям, которые стали жертвами Второй мировой войны и мучениками за веру и национальность в период с 1939 по 1956 годы. Стоит отметить, что испокон веков Подляжьи и Холмские земли населяли украинцы и белорусы, до 20 века называвшие себя русскими. Они отличались от основного населения Польши православным вероисповеданием. Из-за обострения национальных противоречий в предвоенные и военные годы православное население Польши испытывало давление со стороны своих католических соседей еще целое десятилетие и после окончания Второй мировой войны. Считали, что если ты православный, если ты говоришь на украинском или белорусском языках дома, по крайней мере, ты враг страны. Группы людей переодевались в мундире польского войска, приходили к православным и ставили условия принять римнокатолическую веру или убраться, уезжать за границу в Россию, на Белоруссию, на Украину. К сожалению, угрозы были серьезными и многие православные из Белосточины, преимущественно Южного Подляши и Холмской земли, были вынуждены оставить родные очаги и уехать, спасая свои жизни. Бандиты были скоро на расправу с теми, кто не согласился покинуть малую родину. Бандиты были убиты, замучены, пропали без вести. Но мы знаем, почему они пропали без вести, почему они были убиты. В связи с этим нашлась инициативная группа среди православного населения, тут в городе Белостоке, которая решила именно воздвигнуть, поставить памятникам всем этим страдальцам. Воздвижение памятника началось с благословения митрополита Варшавской висе Польши Савы в 2007 году. Его инициатором выступила Ассоциация строительства памятника православным жителям Белосточины, убитым, замученным и пропавшим без вести 1939-1956 годы. Скульптором памятника выступил православный житель Супросля Стефан Вышковский, архитектором комплекса часовни Ян Кабас. Авторы часовни отказались от гонорара. Средства на воздвижение памятника были собраны только на добровольное пожертвование. Ведь тут погибли недалекие наши предки. Даже есть еще люди, потомки, скажем, этих жертв. А поскольку это жертвы недавних мучеников, мы старались обращаться и ко всем, и в разные приходы. И нужно сказать, что отклик был прекрасный. Памятник жертвам Второй мировой и мученикам Заверой национальность 1939-1956 годы будет взывать непредвятому осмыслению истории. Ведь православные белорусы и украинцы Польши гибли на фронтах Второй мировой, освобождая малую родину от фашизма. Но многие из них сложили головы, как офицеры и солдаты войска польского в сталинских лагерях в Катыни. В послевоенной Польше православное население стало жертвой националистов всех мастей. В нынешнее время дает шанс всем народам жить в мире и согласии, только при условии, что уроки истории не будут забыты. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Белосток.